По делу Барс четверо калининградцев сидят в одиночках СИЗО два с лишним года. Сперва у них была экстремистская статья, но ее переквалифицировали на более тяжелую. Сегодня их обвиняют в терроризме. Обвинение звучит так, что ребята хотели путем террористических актов захватить власть в Калининградской области и присоединить ее к Европе, к Евросоюзу. Я, например, так понимаю, чтобы присоединить какую-то область к Евросоюзу или какую-то страну, нужно получить согласие у Евросоюза. И я очень бы хотела обратиться к Ангеле Меркель, чтобы она как-то в эту ситуацию вступилась. Мать Александра Аршулевича, лидера Барса, говорит, ее сын никогда не призывал к революциям. Члены балтийского авангарда русского сопротивления участвовали в мирных акциях в поддержку политзаключенных, против коррупции, организовали русские марши. Рассуждали о монархии и вере. Все участники являются прихожанами русско-православной церкви за рубежом. Они называли себя русскими националистами и выступали за возвращение к Калининграду имени Кёнигсберг. Еще с 2014 года было такое впечатление, что что-то такое шьется и плетется, потому что у не очень известной малочисленной организации, такой со строгим уставом, которая занималась разными вещами совершенно мирными, то есть, например, вела компанию официальную за переименование Калининграда в Кёнигсберг, которые участвовали в общегражданских акциях, которые проводили мероприятия на законные основания. Их стали вытаскивать в эфир, брать у них интервью. Барсовцев взяли на пике борьбы с германизацией. Тогда в Калининграде журналисты госканалов активно боролись со всем немецким. В эфирах активистов представляли чуть ли не фашистами, а в мае 2017 года участников Барс задержали за экстремизм. Вместе с Рашулевичем были задержаны его духовник, пожилой священник Александр Мамаев и активист Игорь Иванов. При обыске у них нашли трафареты и листовки с антипутинскими лозунгами. Активисты заявили, что все это им подбросили. Позже по делу был задержан Николай Сенцов. Он интересовался историей и собирал макеты различных вооружений, автоматов, ружей. И этого оказалось достаточно, чтобы пристегнуть его к этой группе, подбросить ему там парочку гранат и патронов. И все, теперь эта группа была, которая собиралась, так в обвинении написано, путем проведения террористических серий, террористических актов, захватить Калининградскую область до передачи ее в Европейский Союз. Из экстремизма дело было переквалифицировано на терроризм. И сегодня Александра Ашулевича обвиняют в организации террористического сообщества, остальных в участии в этом сообществе. За годы в одиночной камере у Ашулевича участились приступы эпилепсии. Сенцов перенес инсульт. А недавно всем были ухудшены условия содержания. Их лишили свиданий. Его перевели из нормальной отапливаемой в камере, его перевели в транзитную, которая является нежилой. Там достаточно низкая температура. И, соответственно, это все накладывает отпечаток на условия его содержания и на его здоровье. Те условия, которые сейчас у Ашулевича есть, условия, это фактически являются пыткой. Судя по доступным материалам, версия следствия заключается в следующем. Экстремистское сообщество было создано Ашулевичем не позднее 9 марта 2011 года. Дня, когда лидер БАРС якобы нарисовал свастику на табличке в память о жертвах Холокоста. Почему активисты были причислены к террористам? У калининградского активиста Олега Савина своя версия. На тот момент сменился начальник ФСБ области. Естественно, нужно отчитываться как-то, повышать раскрываемость, статистику по так называемым преступлениям экстремистской направленности. И вот решили они сделать удобными для себя жертвами активистов БАРС. Участники БАРС придумали способ финансирования. Все члены должны были отдавать по две десятины своего дохода в организацию. Половину на политическую деятельность, а вторую в церковь в нежилом помещении на улице Емельянова. С верующими встречался священник русско-православной церкви за рубежом, отец Николай, он же Александр Мамаев, теперь обвиняемый в участии в экстремистском сообществе. В 2013 году организации устраивают в Калининграде царский русский марш. Акция проходит 3 ноября. На день раньше общепринятые у националистов даты. Шествие набрало примерно 100 участников. Его возглавил отец Николай. Эта церковь, она против этой власти. Они ее считают греховной. И ребята из Барса писали о том, что наша власть должна покаяться и раскаяться в том, что было совершено во время революции. Мемориал признала членов Барс узниками совести. Сегодня им грозит до 10 лет лишения свободы. Александру Аршулевичу, как организатору террористического сообщества, вплоть до пожизненного. В сентябре следствие продлили еще на два месяца. Юлия Парамонова для Настоящего Времени.